Субтитры предоставил DimaTorzok В центре 40 боксов круглосуточного пребывания и 10 реанимаций. В случае необходимости есть возможность дополнительно развернуть 200 коек. В медицинском учреждении работают 70 человек. Он оснащен современным оборудованием. В госпитале есть отделение диагностики и дезинфекции, экспресс-лаборатория, аптека, эндоскопический кабинет, диспетчерская служба, вертолетная площадка и станция по производству кислорода. Мы, конечно, очень рады, потому что госпиталь у нас начал работать. Наконец-то мы приняли пациента особенно. Хотелось бы отдельно выразить слава благодарности главе Республики Раде Фаридовича Хабирова, правительству Республики Башкортосан, Министерству здравоохранения Республики Башкортосан за то внимание, за вот этот госпиталь, за ту возможность, которая сейчас есть у наших жителей нашего Башкистского за Урали, получать лечение в условиях комфортных, в таких прекрасных условиях. И, конечно же, нашим коллегам работать в тех условиях, оказывать качественную и доступную медицинскую помощь. Спасибо большое. Напомню, строительство инфекционного госпиталя в Сибае начали 30 декабря прошлого года и завершили в короткие сроки. На возведение здания, покупку медицинского оборудования, мебели из бюджета Башкортостана выделили почти 2 миллиарда рублей. Отмечу, что за последние сутки коронавирус выявили у 384 жителей Республики. Общее число зараженных с начала пандемии приблизилось к 282 тысячам человек. Скончались от осложнений более 5,5 тысяч. Башкортостан получит почти 44 миллиона рублей федеральных средств на поддержку промышленности. Соответствующее постановление подписал глава Кабмина Михаил Мишустин. В целом, в этом году на модернизацию промышленных предприятий правительство России выделило регионам более 3,5 миллиардов рублей. Эти средства направят на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре и компенсацию по лизинговым платежам. Получить государственное финансирование регионы смогут при условии, что в модернизацию производства вложатся частные инвесторы, а также будут созданы рабочие места. В прошлом году на развитие промышленности правительство страны направило 1 миллиард рублей. Башкортостан тогда финансирование не получил. 280 миллионов рублей – такова сумма инвестиций в новую солнечную электростанцию, которую открыли сегодня на территории завода Палиев в Благовещенске. Проект призван снизить углеродный след и выбросы вредных веществ. Это уже седьмая солнечная электростанция в Башкортостане. Ее мощность порядка 5 мегаватт. Торжественный запуск состоялся в рамках Международного экологического форума, который стартовал в Уфе. Подробности расскажет мой коллега Норман Скалькис. Уже традиционно крупные тематические форумы в Уфе начинаются с запуска важного для экономики Башкортостана инвестиционного проекта. Солнечная электростанция в Благовещенске не только снизит негативное влияние на экологию, но и обеспечит электроэнергией новое производство, тоже зеленой направленности. Палиев собирается выпускать ПЭД-гранулы, которые на четверть состоят из переработанного сырья, использованных пластиковых бутылок. Основная тема первого дня форума как раз синергия экономики и экологии. Во время пленарного заседания премьер-министр правительства республики Андрей Назаров подчеркнул, что у крупных промышленных предприятий региона есть возможности сочетать в своих производствах эффективность и заботу об окружающей среде. Мы делаем это с оглядкой и с определенными, скажем, красными флажками, чтобы это воздействие на окружающую среду либо было минимальным, либо понимать, как мы с этими последствиями будем потом бороться и снимать эту проблему в последующем. По мнению экспертов, одним из ключевых этапов в этом направлении – переход на безотходное производство. Помимо пыльев, схожий путь выбрала и башкирская содовая компания. В первую очередь это проект рекультивации белых морей. Благодаря вводу, станции и фильтрации дистиллированной жидкости предприятию удалось исключить разрастание шлама накопителей. А получаемое таким образом сырье становится рекультивантом. Его уже успешно использовали при восстановлении городской свалки Стерлитамака. Эту работу в наших планах, исходя из необходимых сроков, исходя из тех процедур, которые проходят, мы планируем, чтобы в 30-м году эти шлама накопитель рекультивируем. И тем самым половина всего того, что сейчас мы там имеем, будет рекультивирована. Международный экологический форум в Уфе продлится до 14 апреля. Эксперты обсудят еще вопросы цифровизации отрасли, крупные климатические проекты разных регионов России и экологическую безопасность в промышленных предприятиях. Норман Скалькис, Рамиль Хайрулин. Новости РБК Уфа. В марте банки выдали жителям Башкортостана 670 автокредитов. Это на 74% меньше, чем в феврале. Тогда было одобрено 2500 заявок. Статистику приводит Национальное бюро кредитных историй. Аналогичная ситуация прослеживается во всех регионах страны. По итогам марта снижение выдачи автокредитов составило 77% до 16 тысяч. Определяющим фактором для падения выдачи автокредитов в марте стал рост ставок в результате санкционного давления. Вместе с тем, помимо санкций, на сокращение выдачи автокредитов также повлиял продолжающийся уже много месяцев дефицит новых автомобилей и запасных частей к ним. Также стоит отметить, что поддержку сегмента автокредитов оказывает активно развивающееся в последнее время криптование на рынке поддержанных автомобилей, доля заявок на которые в марте превысила 60% от общего числа заявок. Существенное сокращение выдачи автокредитов зафиксировано в наиболее экономически развитых регионах страны, в частности в Самарской области, Краснодарском крае, Москве, а также в Московской области и Санкт-Петербурге. В Уфимском филиале финансового университета могут увеличить количество места для студентов, в том числе бюджетных. Об этом сообщил ректор вуза Станислав Прокофьев в ходе встречи с Радием Хабирова. Кроме того, планируется открытие новых востребованных специальностей, создание профильных курсов для старшеклассников на базе одной из уфимских школ. Также Станислав Прокофьев подчеркнул, что в университетском общежитии будет проведен капитальный ремонт. Очень хочется быть более полезным регионом присутствия. Именно в том контексте, в котором мы нужнее. Здесь, если действительно Лера Захуановна говорила сегодня о дефиците кадров, именно экономического профиля, мы должны подумать, как помочь этот дефицит закрыть. Напомню, уфимский филиал финансового университета при правительстве России был создан в 2011 году. В вузе обучают бакалавров и магистрантов по направлениям экономика, менеджмент, бизнес-информатика, юриспруденция, прикладная информатика. Ежегодно выпускниками финансового университета в Уфе становится 300 молодых специалистов. Сразу после выпуска новостей смотрите сюжет об открытии этим летом нового административно-делового комплекса в Уфе. В нем разместятся офисы и торговые площадки местных производителей. У меня на этом все. Оставайтесь на РБК. Продолжение следует...